Друзья, всем привет! Сегодня у нас в гостях Екатерина Пикулина, отельер, сооснователь тренинг-агентства Check-in и командный коуч ICF. Поговорим о продажах и как эффективно их внедрять в отель. Пойдемте! У нас есть поколение, которое не так любит общаться напрямую с сотрудниками. Программы, которые позволяют гостю самому выбрать какие-то услуги. На самом деле цифровые сервисы заменяют абсолютно людей в продажах. Вкусный интеллект задает тебе буквально несколько вопросов, формирует тебе предложение очень интересное, которое тебе наиболее подходит. Ценность сообщения с человеком будет стоить дорого. Самое главное – интересоваться теми людьми, которые к нам приезжают. Найдутся люди, которые будут жить в цифровых отелях, им это будет хорошо. И, конечно же, будут люди, которые будут приезжать именно за тем сервисом, который хочется почувствовать себя королем, королевой, я не знаю. Екатерина, приветствую! Расскажи, пожалуйста, как ты считаешь, продажам может научиться любой человек? Или для этого нужно обладать какими-то навыками и обладать определенным складом характера? Ну смотри, я тебе отвечу на этот вопрос так. По большому счету, конечно, научить людей можно делать определенные действия, которые позволяют достигать определенных успехов. Есть прекрасный ролик в интернете, где девушка, которая не обладает никаким опытом, имея определенные скрипты и работать с возражениями, продает обучающую программу. И это достаточно интересно и просто, то есть это продумано другими людьми. Но что я тебе хочу сказать, что истинные продавцы, конечно, это те люди, кто умеет дружить. То есть почему именно дружить? Потому что искренне интересоваться тем человеком, у которого есть определенные задачи, проблемы в бизнесе. И их как раз-таки задача найти то решение, которое есть у их компании, для того, чтобы все было хорошо, для того, чтобы решить эту проблему, улучшить или позволить бизнесу получать значительно больше денег за счет как раз-таки продукта или услуги той компании, которая к ним выходит. Поэтому вот, мое основное правило – это уметь дружить. У меня был такой пример в РЖД Здоровье. Там была одна девушка-продавец, которая была лидером по продажам. Но она на тренинге сказала такую вещь, что, она говорит, вы знаете, если бы мне два года назад сказали о том, что я буду продавать, я бы засмеялась в лицо. Я говорю, почему? Ты же лидер по продажам. Она говорит, да я не умею продавать. Я говорю, а что ты делаешь? Она такая, я дружу. То есть мне, правда, искренне хочется понять, что человеку нужно, и найти ему именно то, что ему будет лучше всего подходить. И вот я эту историю, наверное, проношу уже много-много лет. И, кстати, ты тоже являешься таким же примером, который я тоже привожу часто на тренингах. Разрушающий такой стереотип продавца, да, и когда человек может дружить, да, говорить добрые слова, которым хочется позвонить и с кем хочется пообщаться. Я знаю, что у тебя опыт работы в отелях огромный, и большая часть этих отелей были загородными комплексами с большим количеством услуг. А как ты думаешь, вот с учетом того, что персонала огромное количество, должны ли обычные линейные сотрудники продавать и допродавать? Прокат инвентаря, должны ли люди туда прийти самостоятельно и взять уже то, что хотят? Или роль сотрудника гораздо больше, чем просто выдать инвентарь? Конечно же, кросс-продажи различных услуг, они очень важны. Поэтому, конечно, мы обучаем сотрудников, ну и вообще разговариваем с ним о том, что они должны знать и разбираться в продукте целиком. Может быть, не досконально, не до конца, не зная каких-то цен или каких-то деталей, но, по крайней мере, уметь рассказать о том, чем можно воспользоваться. Что касается ресепшн, бронирования и продаж, когда они сталкиваются с гостем, конечно же, важно понять, какие мечты у человека, вообще зачем он туда едет, зачем он едет в отель, он едет делать предложения, он едет отдохнуть с семьей, он, допустим, мама, которая не видит своего ребенка, и решила приехать с ним отдохнуть, наконец-то, да, где-то с угрызением совести, где-то с чувством вины даже, а где-то с желаниями самой все-таки отдохнуть. Эти моменты очень хорошо должны понимать сотрудники и понимать, что таким людям нужно, да, то есть как подобрать тот перечень услуг, которые есть в отеле, для того, чтобы предложить искренне, да, чтобы человек, отдохнув, понял, что, блин, точно я сюда приехал, куда нужно. Мы с тобой пришли к тому, что в отеле продают абсолютно все, на всех уровнях. А как ты считаешь, должны ли стоять KPI, или просто должна быть такая команда, как семья, замотивированная, которая, в принципе, на все свои усилия прилагает для достижения единого результата? Я всегда за мотивацию, да, и это не про деньги, да, это про определенный подход, да, к сотрудникам, для того, чтобы им это было интересно и вообще понимали, зачем это делают. Но в том числе я и за KPI. Если мы закладываем KPI как определенный стимул, да, и умение там где-то посоревноваться, где-то, да, участвовать в этой некой игре, то, конечно же, это очень круто работает. Что можно сделать, да, что посадить на KPI? Это, конечно, выбирает каждый отель сам, он может вообще не идти по этому пути, но как я выбираю, да, что сделать. Это, конечно же, если мы говорим о Спире, да, возьмем его как за пример. К примеру, первое, это от бронирования, да, то есть количество бронирования, которое они делают, да, и причем можно именно на количестве, потому что может быть в итоге соревновательная таблица в плане, кто сколько сделал. Второе, это апсейлы, да, наши любимые, да, и умение продавать и предлагать, да, повысить категорию номера, это тоже классно, да, и есть тоже множество лайфхаков, как это позволяет быстро делать и интересно. И тоже у кого получается лучше, то есть некий соревновательный эффект. Что я замечаю, да, среди сотрудников, когда кто-то видит у кого-то более высокие показатели, они подходят, ну, другие говорят, как у тебя это получилось, что ты делал для того, чтобы это сделать. Да, то есть и когда коллеги делятся своими результатами, это тоже очень хорошо помогает. И иногда тоже помогает, что так, я точно сделаю это лучше, я сделаю это круче, да, и у них получаются определенные графики, да, которые растут и соревнуются. Дальше. Персональный отзыв, да, то есть когда на сотрудника, на конкретного сотрудника идет отзыв, да, это тоже может быть плюсом, да, или отсутствие отрицательных отзывов тоже влияет. Если есть отрицательный отзыв, то он влияет на KPI, далее, определенные обучения, то есть если мы ставим для сотрудников, да, обязательный план обучения и дополнительный план обучения, то вот этот дополнительный может быть определенным тоже KPI, то есть сколько человек прошел, да, дополнительных обучающих программ, которые позволяют ему улучшить свое качество работы. Ну, это вот на примере, что можно включить в KPI, чтобы людям было и с одной стороны интересно, и с другой стороны они понимали, как они могут влиять на денежный эквивалент, да, бонусов, которые они получат. Используешь ли ты геймификацию во взаимодействии с вашими гостями? У нас есть такая технология, то есть она называется воздвиженки, и люди как больше участвуют в различных программах, мероприятиях, конкурсах, творческих каких-то мастерских, ну, мастер-классы проходят, они получают вот эти вот воздвиженки, и потом у них происходит аукцион, потом они могут приобрести какие-то товары, но очень многие гости копят на следующие заезды, приезжают, копят, 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 да, то есть, конечно, элемент геймификации в этом присутствует. Очень крутой элемент геймификации я видела в Форесте, да, много-много лет назад, называлась Академия волшебства, где они создавали определенную книжечку для ребенка, и он проходил разные уровни обучения, то есть он становился, не помню уже кем, но, к примеру, магом, да, то есть это была последняя степень обучения, и, конечно же, это позволяло возвращаться в отель снова, учиться, уговаривать родителей приехать, это тоже очень интересно и важно. Екатерина, ты упомянула, что у тебя есть определенные лайфхаки для повышения уровня апселла, можешь поделиться с нашими зрителями? Я уверена, что многие знают, да, но для тех, кто не знает, к примеру, когда заезжает гость, и мы видим, что у него забронировано туристическое агентство, можно сказать о том, что, вы знаете, для вашего размещения я хотела бы предложить номер такой-то категории, потому что, возможно, когда вы бронировали, номер не был в доступности, да, сейчас он есть, возможно, вас это заинтересует. Хотите, покажу? В 95% гость не откажется. Ну, и, конечно же, когда есть возможность, когда мужчина приезжает с девушкой, предложить ему номер лучше, он тоже вряд ли откажется. Как бизнес-тренер, ты занимаешься построением отдела продаж, помогаешь людям научиться этому, где-то сама советуешь определенные моменты. А давай поделимся с нашими зрителями какими-то основными моментами, как подойти к построению отдела продаж, каких ошибок стоит избегать, и вообще с чего начать. Конечно, это зависит от объекта, от самого, от объема, и, ну, что точно должно быть, да, то есть обязательно должен быть менеджер по продажам, да, может быть, он же бронированный, если это совсем маленький номерной фонд. Это, если большой номерной фонд, то это, конечно, должны быть продажи, должны быть люди, которые занимаются активными продажами, да, кто открывает двери, звонит, да, и умеет встречаться с различными компаниями, чтобы приводить ее, ну, так, да, поддерживать все время воронку продаж. Если, опять же, большой продаж, и он погибает в документообороте, то это, конечно, должен быть ассистент, который помогает, как раз-таки, со всей бумажной работы, да, и позволяет продавцам заниматься их прямыми обязанностями. И, конечно же, отдел бронирования, да, отдельно, если это большой номерной фонд, который тоже будет уже непосредственно работать с частными гостями. То есть разделяем потоки на B2B, B2C, да, для того, чтобы они могли грамотно и качественно работать. А на самом деле цифровизация продаж, она началась довольно давно. Мы начинали с того, что еще лет 15 назад ательеры начали задумываться, а там надо бы нам CRM-ку, конечно. Потом был огромный бум развития CRM-систем, все пытались их объединить с PMS-системами. И сейчас уже даже в отделе продаж CRM-это просто что-то необходимое, но и другие сферы на самом деле сейчас цифровизируются. Ну, в частности, вот у нас есть продукт, который ты прекрасно знаешь, GoodStay, где гости отеля, заезжающие в процессе проживания могут выбрать определенный набор услуг, которые хотят докупить. При этом система на основе определенных алгоритмов наиболее популярных блюд, рекомендаций предлагает им докупить что-то еще, помимо того, что они уже запланировали, и таким образом помогает отелю допродавать. Как мы с тобой уже обсудили, линейные сотрудники и, в принципе, продажи осуществляются на всех уровнях в отеле. А какие ты вообще цифровые сервисы используешь в своей работе? Конечно, цифровизация очень важна в отельном бизнесе. И, как ни странно, мы немножко консервативны в этих вопросах, отельный бизнес. И так много продуктов присутствует на рынке, альтернатива, она есть, но ее не так много. Но все же персонализированный сервис это как раз-таки наше, вроде вотчина, то есть отельного бизнеса, предвосхищение различных желаний. То есть, казалось бы, нам как раз-таки отельному бизнесу в это направление нужно вкладываться. Поэтому, конечно, программы, которые позволяют гостю самому выбрать какие-то услуги. Если, тем более, система умеет анализировать и выбирать какие-то определенные позиции, которые наиболее будут интересны, это вообще огромный плюс. Потому что, если, допустим, еще система будет позволять скапливать определенную информацию по гостю, который приезжает не первый раз, и на основе этих предпочтений формировать ему предложение в электронном виде, это очень хорошо. Тем более, как мы с тобой сами понимаем, у нас есть поколение, которое не так любит общаться напрямую с сотрудниками. Им гораздо проще, когда они лежат в номере, полистать определенный каталог и выбрать те услуги, которые им интересны. Забронировать их, увидеть слоты по времени и выбрать то, что им действительно будет интересно в то время, в котором нужно, и вообще запланировать свой отдых в определенный такой тайм-лист, тайм-план, что они будут делать в то или иное время. Мы постепенно идем к ситуации, когда на самом деле цифровые сервисы заменяют абсолютно людей в продажах. Как ты думаешь, это вообще вопрос ближайшего будущего? Потому что, если говорить, например, о ритейле, там роль сотрудника скорее уже только осталась в том, чтобы выставить товар на полку или собрать его, потому что в магазины мы ходим все меньше и меньше. Очень интересно было бы послушать твой опыт даже и отельный, и с учетом того, что ты работаешь с компаниями из различных сфер, как там это происходит. Никто не отрицает наличие персонализированного общения, то есть когда мы все-таки с живым человеком общаемся. Мы даже тут рисовали недавно такой некий форсайт на много лет вперед и думали, 50 лет вперед, и думали, как вообще будет трансформироваться вот это взаимодействие с цифровыми системами или с человеком. И мы так спрогнозировали, что, допустим, ценность общения с человеком будет стоить дорого. То есть это будет определенный сервис. Мы даже проектировали некий формат отеля будущего, в котором будет разделение на цифрализацию и на персонализированное общение с человеком. И вот то, что с человеком, это будет значительно дороже. Но, естественно, нельзя отрицать за то, что у нас есть большой опыт работы, то есть Валберс озонный и так далее и тому подобное, никто не отменял, поэтому мы настолько привыкли к заказу продуктов на дом и так далее и тому подобное, что нам очень удобно планировать свой день или еще что-то через различные приложения, не обращаясь напрямую к сотруднику. Мало того, я даже слышала такое мнение, мы разговаривали с одним собственником объекта, который сказал, что я не хочу, чтобы мне сотрудник, который там из глубинки, потому что у него отель находится достаточно далеко от больших городов, он говорит, мог предложить вино к какому-то блюду. Я уверена, что искусственный интеллект может сделать это значительно лучше, и я думаю о том, чтобы создать меню и ассистент, который будет именно в цифровом формате. Мало того, мы исследовали еще различные вопросы и форматы работы с искусственным интеллектом, и там очень легко создаются различные маршруты по достопримечательностям рядом с объектами. Причем ты забиваешь искусственный интеллект задает тебе буквально несколько вопросов и формирует тебе предложение очень интересное, которое тебе наиболее подходит. Поэтому наличие возможности выбрать, спланировать, подумать, как можно что-то купить, это тоже проникает в отельную сферу, и это очень здорово и хорошо. Ну и не секрет, даже вот ты говоришь про другие компании, другие компании на сайтах размещают тоже возможности. Продать каска или продать какие-то услуги, нам тоже иногда хочется, не обращаясь к какому-то человеку, пытаясь до него дозвониться или что-то сделать. А в личном кабинете мы можем оформить любые продукты, которые нам нужны. Мы уже немножко поговорили про персонализацию. На самом деле большинство отельеров, ну как ты, наверное, сама знаешь, считают, и до сих пор не готовы отойти от этого утверждения, что сервис создается людьми, что с людьми должны общаться только люди. И это, на самом деле, сильный блок для внедрения цифровых технологий в отелях, потому что даже я, наверное, зачастую с этим согласен. Если я еду в бизнес-отель, конечно, мне хочется побыстрее прилететь, заселиться, ну и только знать, где у меня завтрак, потому что завтра очень тяжелый день. А если я еду в загородный отель, там, конечно, все равно, если у тебя хорошее настроение, если ты, конечно, не ехал 10 часов стоя в пробках, там хочется, чтобы тебе улыбнулись, рассказали, ну, то есть подстроились под твое настроение в данный момент. А как ты думаешь, вот цифровые технологии, искусственный интеллект, смогут они заменить человека? Ну, конечно же, мы же знаем примеры отелей, в которых уже это состоялось, где не присутствует людей, где полностью все оцифровано, и ты приезжаешь, подходишь к автомату, получаешь ключ от номера, проходишь, там тоже есть определенная система умный дом и так далее и так подобное, ты можешь заказать все, и не касаться людей. Вот, но мое личное мнение, как отельер, да, с 24-летним стажем, могу сказать, что, наверное, все равно теплое общение с человеком, оно очень важно, да, то есть, ты правильно сказала, я так разделяю это мнение по поводу загородного отеля, что действительно хочется особой теплоты, заботы и внимания, и очень часто бывает так, что туда люди приезжают отмечать дни рождения, да, организовывать какие-то события, там делать предложения, там просто провести время в каком-то комфортном, да, отношении с друг другом, и тут, он, да, человек может сам все запланировать, запланировать, да, свой день, но зачастую ему нужна помощь в организации того или иного мероприятия, и тут как раз вступает, да, человек, который может помочь, да, и на которого можно опереться, который становится твоим персональным ассистентом, да, который может гарантировать тебе качество проведения этого мероприятия, и вообще в принципе заботу и чувство того, что к нему можно в любой момент обратиться, а это тоже важно, ну и вообще, мы же понимаем, что люди приезжают за впечатлениями, да, и приезжают за новой жизнью, да, то есть, которой у них нет в обычной, да, обстановке, где они находятся, они приезжают так, чтобы их встречали красиво, да, они приезжают для того, чтобы для них готовили, убирали, да, стелили мягкую постель, задвигали шторы, да, приносили какие-то вкусные блюда, да, в ресторане была возможность посидеть под живую музыку с бокалом вина, вот, то есть, это другая сказка, и вот как раз у этого человека есть персонал, который осуществляет в том числе ему помощь, да, то есть, как секретарь, как, не знаю, дворецкий, как кто угодно, не зови, то есть, это другой уровень жизни, то есть, не заменит, люди за это платят, но как, найдутся люди, которые будут жить в цифровых отелях, им это будет хорошо, и, конечно же, будут люди, которые будут приезжать именно за тем сервисом, который, хочется почувствовать себя королем, королевой, не знаю, ну, вообще, другой персоной, да, в другой жизни, с другими впечатлениями. А как ты думаешь, вау-эффект позволяет продавать больше? Потому что мы вот недавно в нашем телеграм-канале писали статью про японский отель, где как раз гостей регистрируют роботы, доставка тоже осуществляется роботами, готовят еду, конечно, люди, но потом она доставляется, опять-таки, с помощью современных технологий, и представители этого отеля заявляют, что их продажи после внедрения таких технологий выросли на 30%. Мне вот интересно, это, по твоему мнению, краткосрочный какой-то эффект, или внедрение этих технологий позволит им быть, в принципе, выше, чем их конкуренты, которые не используют? Конечно же, когда присутствуют роботы, для нас это еще в новинку, это интересно, это классно посмотреть, то есть это тоже определенный вау-эффект, с которым человек не сталкивается в обычной жизни, и, конечно же, ему интересно. То есть у нас есть кофейни, мороженое, где у нас готовят роботы, и это тоже пользуется особой популярностью. Мы тоже пробуем всегда различные интересные, новые технологии, да, и, извините, если будет стоять большой экран, на котором будет возможность интерактивно что-то выбрать, я уверена, что большинство туда подойдет, ну, 100%. Поэтому, конечно же, внедрение таких дополнительных технологий, если есть возможность, обязательно нужно, как, например, в Сберово университете, там есть в ресторане есть робот, который собирает посуду, такой милый котик, и, конечно, когда он выезжает за посудой, все счастливы, всем очень нравятся, да, и все стараются именно туда поставить тарелку, да, а не отдать ее официантам. Поэтому, конечно, это есть. Но, мне кажется, все равно классно, когда есть микс, да, вот микс из вау-сервиса, который может придумать человек, потому что действительно мы можем создать события, вот одни из самых ярких, это недавно, да, что придумывали коллеги, это мама написала о том, что им очень нравится, у ребенка очень нравится все, что связано с драконами, волшебством и так далее, и там подобное. И вот коллеги писали сказку про дракона, который передал привет, они делали там волшебное хрустальное яйцо, там запечатали в коробку, создавали эту историю, и вот поставили в номер перед заездом для гостя, и, конечно же, он был в восторге, да, ну и мы как ательеры, да, прекрасно знаем кучу вау-историй, которые мы можем сотворить, самое главное, интересоваться теми людьми, которые к нам приезжают, да, ну не зря придуманы гистрилейшнс, не зря придумана анимация, да, и не зря вообще в нашей сфере работают те люди, которым не безразлично, что происходит у наших гостей, да. Сейчас технологии сбора данных, хранения, обработки становятся все более доступными, если 10 лет назад собрать информацию уже было проблемой, то теперь информация собирается абсолютно из всех источников, которыми мы пользуемся, говорят, даже телефоны нас слушают. Вот это развитие технологий сбора данных и обработки их позволит отелям каким-то образом больше продавать, персонализировать сервис, может быть, тот же вау-эффект создавать? Конечно, позволит. В 2017 году я защищала там свою дипломную работу в Плешке, и там вопрос был как раз персонализированного подхода. Я описывала как раз то, что было бы круто, если бы у нас была возможность считывать с человека различные потребности и предлагать ему то, что необходимо. И когда у нас есть возможность проанализировать, что ему нравится, когда он останавливался у нас ранее, какими услугами он пользовался, какие у них есть предпочтения, и встретив его на заезде, мы с удовольствием можем поставить чайничек в любих его чая, и он будет рад и думать, откуда же вы узнали, почему вы так сделали, как круто, эти люди любят меня, чего мы и добиваемся. И ты знаешь, много лет назад мы в отеле в одном как раз старались, то есть мы делали аналитику по людям, когда они приезжали к нам, то есть мы собирали информацию из всех возможных источников, анализировали, что можем для них предложить, удивить, о чем-то подумать. Либо те люди, которые к нам приезжали раньше, мы анализируем чеки. Я уверена, что многие отели так делают, они анализируют чеки и услуги, которые были до этого, предыдущие заезды, и уже предлагают гостям забронировать, например, спа или какие-то услуги сделать доступными для них и предложить их на заезде. Если это позволяет технологии, конечно же, это облегчает труд людям, это гораздо проще сделать, потому что человек по своей натуре может быть ленив, он может не обработать всю информацию, которая возможна, он может не получить ту информацию, которая есть. А системы, да, и цифровые технологии позволяют это проанализировать значительно раньше и оказать персонализированный подход более качественно, более удивительно для гостей. Не могу не отметить, что в парк-отеле Воздвиженское вау-эффект создается с момента заезда прямо на ресепшене. Мы стараемся. В последнее время очень много говорят о смене поколений. Вот ты лично как считаешь поколение зумеров, которые сейчас становятся больше и сотрудниками отелей обновляются, и путешествуют они зачастую больше. Они лучше продают? И вообще, как ты считаешь, должны ли меняться подходы к продажам в зависимости от поколения человека? Ты знаешь, я сейчас работаю с большим количеством зумеров, и мне это очень нравится. Я в восторге от этих людей, правда, они настолько технологичны, к ним нужно иметь подход, с ними хорошо работать по чек-листам, с ними очень легко работать с схемами. То есть, когда ты можешь разработать определенные схемы, методики, чек-листы и еще что-то, это настолько легко ложится для них, и они очень четко отрабатывают все эти вещи. Различные проведения, совещания нестандартным форматом, потому что для них это скучно, когда происходит повестка дня, каждый рассказывает что-то свое, то есть, ну, это невозможно выселить, форматы там новых, совещаний в стиле ретро, Walt и Disney и все остальное, то есть, когда это технологично, когда это интересно, естественно, для них это ложится идеально. То есть, вот сколько я со своими коллегами провожу совещания в стиле ретро, да, и там, наоборот, форсайта или еще каких-то форматов, то есть, это их увлекает, это их включает, и это вообще хорошо работает. Ну, если честно, то и всех остальных чем это нужно, нормально же работали, да, дайте нам пойти поработать, а не вот это все заниматься, вот, то для зомеров это круто, поэтому мне очень нравится с ними работать, и я прям в восторге от этого поколения. Это тебе нравится, эффективно ли они продают? Да, если ставишь их им технологии, учишь определенным методикам и вообще показываешь важность, почему это важно, да, и зачем, и какой результат из чего вытекает, для них это очень хорошо работает. То есть, ты считаешь, что они продают лучше, чем мы с тобой? Ты знаешь как, мы, наверное, с тобой продаем тепло, дружественно, хорошо, ласково, приятно, да, то есть, знаете, есть классная книга, называется «Не рычите на собаку», да, и там в самом начале написана такая вещь, что всегда есть человек, которому очень приятно позвонить, да, и от которого приятно взять трубку, то есть ты понимаешь, что ты берешь трубку, и ты начинаешь улыбаться, тебе кайфово с этим человеком, а бывают люди, которые ты такой, о, господи, ну, я перезвоню, или там... Никогда. Никогда, да. Вот, и вот наша задача, то есть у тебя это прекрасно получается, да, создать такую атмосферу, чтобы человек с радостью взял трубку и сказал «О, привет, классно!» потому что он точно знает, что он получит, ну, заряд позитивной энергии, это очень круто. В их же случае, да, это чаще всего действительно технологичный, точный подход, да, желание сократить определенное время и определить те потребности, которые есть у человека для того, чтобы ему что-то конкретное подобрать. Да, то есть это иногда разный подход, да, но он работает и в той, и в той ситуации, да. Может ли зумер продать миллениалу? Я думаю, да. Почему нет? Главное научить. Разный подход. Вот если ко мне так будут, подойдут и скажут, какие у тебя потребности? Ну, понятно, что не этими словами, но все же, ты же понимаешь, я вот вряд ли буду... Однозначно. Но ты понимаешь же, что есть технологии, которыми можно как раз-таки научить людей проявлять внимание, да. Естественно, если там закрытый интроверт, которого это просто ужасно, да, просто даже разговаривать с людьми, это вряд ли получится. А если человек открыт к общению, да, ему всегда приятно, да, пообщаться, то, конечно же, с этим человеком можно поработать и сделать так, чтобы он продавал вообще с огромным удовольствием. Ты проводишь большое количество тренингов и по продажам, по сервису. А расскажи немножко о них вообще, на что он направлен, и кому это может быть полезно. На самом деле, мы проводим разные тренинги, то есть есть продажи, к примеру, по телефону, когда у нас есть входящие продажи. Это один тип, и это очень крутой тренинг, и гарантированный результат за 8 часов, потому что есть различные технологии, которые позволяют отточить работу сотрудника и показать некоторые нюансы, которые нужно улучшить, да, и над чем работать. На самом деле, в продажах значительно больше технологий, да, чем творчество. Есть активные продажи, у меня завтра как раз тренинг о альфа-страховании по активным продажам, да, то есть как научить сотрудников, во-первых, не бояться холодных звонков, и второе, как сделать так, чтобы они были результативными и приводили к тем продажам, которые необходимы, да, и завоевывая сердце партнера, которым мы еще не работаем. Конечно же, я провожу тренинги по сервису различного уровня, причем меня приглашают и в другие компании, не в отеле, для того, чтобы можно было поработать над сотрудниками. Есть сейчас набирающие популярности это стратегические сессии, где мы можем поработать над персоналом, да, то есть поработать с руководителями над работой с персоналом, где мы можем построить стратегию на год, да, запланировать продажи, увеличение, развитие различных сервисов и всего остального в отеле. Это вот, слава богу, набирает оборот, потому что раньше люди не понимали вообще, зачем это нужно в отельном бизнесе, в других, конечно же, с удовольствием проводят. Ну и различные методики, да, управления персоналом, совещания, это точно так же проводится. Еще я стала командным коучем, да, и могу вести треки команд. Екатерина, ты сказала, что ведешь тренинги, в том числе по холодным продажам, для меня это вообще больная тема. Если бы ты посоветовала мне что-то, я был бы тебе очень признателен. Как преодолеть этот страх, может быть, или на что обращать внимание? Ты знаешь, на тренингах я использую как раз-таки твой пример, когда много-много лет назад ты поехал встречаться с одним отелем, да, и когда тебя встретили, и сказали, ну что, давай, рассказывай, впаривай мне свою программу, и ты сказал, да нет, нет, ни в коем случае, я приехал только попить кофе, и люди удивились, да, а что произошло, ты разорвал стереотип продавца, и начал с ними просто беседовать, да, как у них обстоят дела, и через 10 минут они тебе сами рассказали о тех проблемах, которые у них существуют с действующей программой, да, и как бы круто, в каких моментах ее заменить. Это вот как раз хороший пример, да, холодной продажи. Почему люди боятся, да, потому что действительно звонить кому-то, что-то начинать предлагать, рассказывать, это достаточно сложно. На самом деле, задача холодного звонка это всего лишь растопить лед и сделать так, чтобы ты мог второй раз поднять трубку, позвонить, и люди с удовольствием тебе ответили. Если мы делаем 100 звонков различным клиентам, то если мы выходим на результат 4, 5, 6 договоров из этих 100 звонков, то это уже прекрасный результат. И люди просто должны об этом понимать. То есть не то, что каждый их звонок должен привести тут же к результату. Это практически невозможно. Это будет возможно, если в этот момент человек листает интернет и пытается найти вашу услугу или ваш отель или еще что-то, да, и в этот момент вы звоните, и он такой, господи, я ждал вас, именно вас. Вот, ну, это, сами понимаем, достаточно исключительный случай. Но главное именно найти подход к человеку и договориться с ним о встречах. И ни в коем случае, не включать в себя стереотипного продавца, который рассказывает вот вам, да, вот это вам все и вот вам еще суперклейф вдобавок. Екатерина, я уверен, что всех наших зрителей волнует вопрос, а как понять, что их отделу продаж нужен тренинг? Если ты понимаешь, что у тебя давно не было совместного обучения, почему? Когда твоя команда оказывается вместе, да, и они занимаются другим процессом, да, то есть не продажами непосредственно отеля, то есть в рутине, в которой они постоянно варятся, а в процессе обучения, где различные игры присутствуют, где присутствуют различные задачи, там, практика и так далее, и тому подобное, они оказываются в другой среде, да, они вспоминают те знания, которые у них есть, обновляют, да, часто я слышу на тренинге о том, что, о, точно, мы совсем забыли, что можно использовать вот такие-то методы, или, да, вот хорошо, все легло по полочкам, или, допустим, присутствуют новые сотрудники, которые не все знают, когда они находятся в пространстве, да, одной аудитории вместе с сотрудниками, которые работают давно, они, такое происходит переопыление, да, то есть они узнают ту информацию, которую они не всегда знают, они видят какие-то схемы, как используют, допустим, те сотрудники, которые работают давно, мы тренируемся продавать друг другу, да, и они как раз-таки получают ту информацию, которая очень важна, и поэтому я, правда, рекомендую отелям приблизительно хотя бы раз в полгода или раз в год проводить тренинги, да, по продажам, для того, чтобы именно нарабатывать возможность, да, сотрудникам продавать качественно, да, и получать от этого удовольствие, и второе, это поработать с друг другом, да, где-то сравнять знания, да, чтобы у всех сотрудников были они одинаковые, и чтобы они получили тоже эффект команды образования, чтобы они чувствовали, что нужно подставлять пыльчо друг другу, помогать, да, и вместе идти к тому результату, который перед ними стоит, а может быть даже больше. А расскажи, пожалуйста, а как выглядит вообще классический тренинг по продажам? Ну, тренинги по продажам бывают разные, давайте приведу пример по эффективному бронированию, да, то есть, когда тренинг происходит на входящем звонке, да, звонит гость, и он хотел бы забронировать номер. Первое, да, о чем я всегда говорю, это о первом контакте, да, насколько важно, чтобы гость услышал, что его рады слышать, потому что интонация, это тот момент, который создает общее представление об отеле, то есть, когда мы слышим голос сотрудника, через призму его голоса мы вообще воспринимаем, как работает другой отель, как этот отель, да, как горничные работают, как администратор, если там отвечает сотрудник, добрый день, там, отель такой-то, такой-то, чем могу помочь, да, то есть, и мы понимаем, что вполне вероятно, что там точно так же убираются, да, точно так же там работают, на прием размещения сотрудник, которым мухобойкой там убивает, ползущую муку, он, да, по стойке, и так далее, и так далее, поэтому интонация очень важна, и мы уделяем достаточно хороший блок вот этому первому впечатлению, потому что у нас есть 30 секунд, да, чтобы нам человек поверил, чтобы мы стали приятными для него, потом мы, конечно же, говорим о целях продажи, да, что у нас стоит не только цель продать отель, но и зарекомендовать себя, как эксперта, профессионала, которому хотелось бы обратиться, даже в случае, если сейчас не забронируют, то потом вспомнить точно про этого человека и вернуться к нему. Мы говорим про выявление потребностей, да, и говорим о том, как задавать вопросы, да, мы формируем эти вопросы, мы учимся доставать историю из гостя, его мечты, чтобы он хотел, для того, чтобы ему уже сделать, ну, более правильное, интересное предложение. мы учимся говорить заманчиво, то есть через выгоды, да, не просто через характеристики, что у нас есть это, 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 а через выгоды, которые позволяют представить картинку, как будет хорошо, да, потому что вот восприятие, да, и умение наше образно, да, излагать свои мысли, оно и как раз создает вот эту красивую картинку, чтобы гость чувствовал, как будто он там уже находится. Дальше, ну, то есть мы тренируемся, мы учимся, да, вот эти короткие фразы, да, из одного предложения создавать так, чтобы человеку захотелось туда приехать. После этого мы обязательно звоним в другие отели, мы аудируем их, да, и мы записываем, то есть вот как будто это тайный звонок, как будто сидят аудиторы, да, и они сами анализируют, как ведет себя человек. Чаще всего после этих звонков люди такие, о, точно, я делаю точно так же, да, до этого они могут говорить, что все идеально, все классно, и все вообще получается, вот, ну, то есть мы проводим аналитику, они выводят основные позиции, по которой точно так делать не надо, или, блин, было классно, вот точно, молодец тот человек, к которому мы позвонили, он вообще крутой, и надо брать с него пример. Конечно же, дальше мы говорим про возражения, мы обрабатываем их, мы понимаем, что это не так сложно, это очень легко, и очень легко выйти на предложение, да, и закрыть уже саму продажу, и предложить гостя забронировать. И, конечно же, мы тренируемся, тренируемся мы много, тренируемся мы в тройках, то есть у нас, да, сотрудники отрабатывают этот навык, а вот это как раз позволяет, да, сделать выводы о том, что нужно отрабатывать дальше, да, потому что тренинг все равно ограничен во времени, и что нужно дальше брать в жизнь, что тренировать, что делать. Артефакты после тренинга, это, конечно же, рабочая цитрата разработанная, да, по этапам, и они как раз таки записывают много чего на тренинге, для того, чтобы потом всегда была возможность вернуться к ней. Артефакты, может быть, чек-лист, да, составленный продаж, я точно против скриптов, но я точно за матрицу продаж, которую мы тоже создаем на тренинге, да, для понимания, чтобы это был все-таки разумный сотрудник, да, не просто который перелистывает, да, и ищет правильный ответ, да, на тот вопрос, который мы задали, а все же на то, что он, да, понимает, мыслит, и он знает свой объект очень хорошо, и может предложить то, что нужно. И, конечно же, мы запасаемся еще различными, да, лайфхаками, различными, там, уже готовыми вопросами, выражениями, да, потому что они это все натренировывают, эту базу на тренинге. Вот, это всего лишь один тренинг, да, восьмичасовой, коротенький, маленький, но который точно приводит к результату, и его можно посмотреть и измерить, да, как происходит на следующий день уже работа с входящими звонками, да, и как часто приводит уже к бронированию, да, относительно предыдущего дня. То есть это достаточно быстро измеримо. Екатерина, очень интересно послушать про отель будущего, о котором ты упомянула. Что же вы там намечтали такого? Слушай, мы делали план отеля будущего, на самом деле на нескольких тренингах. Конечно же, каждый отель и каждая команда, мало того, в тренинге, да, проектирует по-разному, но исследуя различные тенденции, которые уже на данный момент существуют, да, и как мы прогнозируем, что будет в дальнейшем, мы сделали несколько выводов. И, кстати, во многих командах это пересекалось, многие это выделили, о том, что персонализированный сервис, именно человек-человек, будет стоить дороже. Ну, мы сейчас видим тенденцию, да, кадрового голода, да, мы видим, что достаточно сложно найти персонал, конечно же, это порождает, что, да, цифровизацию различных процессов, поиск того, как мы можем заменить это различными технологиями, и, конечно же, сужает, как возможность, да, работы сотрудников, потому что их мало, да, и нам надо закрывать только определенные позиции. И на основании данных выводов коллеги начали проектировать и думать о том, что вот этот персонализированный сервис, человек-человек, да, будет отходить в определенные сегменты, да, там, где будет хотеться вот этой заботы, да, этого тепла, этого внимания, этого какого-то чувства, поддержки плеча и будет стоить достаточно дорого, потому что, ну, иногда хочется почувствовать, да, тепло другого человека, да, услышать какой-то комплимент, услышать какие-то добрые слова, слова поддержки, иногда просто поговорить, да, ну, не секрет, ты тоже работал в отеле, что бывают ситуации, конфликтные ситуации, которые просто на самом деле надо человеку поговорить. Вот сесть, или выговориться, или выговориться, совершенно верно, да, и когда ты садишься с ним, разговариваешь, и он вроде предъявляет определенные претензии к отелю, а когда ты начинаешь с ним разговаривать, да, более точно, да, и глубоко, и ты начинаешь вскрывать те вещи, которые на самом деле существуют в его, в другой жизни, да, а он здесь в отеле поймал определенные триггеры, да, которые на него сработали, и ты закрываешь эти вопросы, да, работая с ним, ну, может быть, да, где-то как психолог, да, мы сами понимаем, да, что работа с людьми, она определенного характера, и человек становится лучше, вы становитесь лучшими друзьями, у меня на самом деле телефон просто пестрит, если вот его выбрать, недовольными клиентами, которые стали потом друзьями, да, и вот если выбрать, по позиции гость, да, и выбрать телефонную книгу, можно посмотреть, там огромное количество людей, которые действительно превратились уже в друзей, которые могут позвонить напрямую, пообщаться, и причем они это делают, им это очень приятно, и знаю очень многих гостей, которые, уже у них висят картины в номерах их, которые они сами нарисовали, то есть им уже весь персонал знает, как нужно там застелить кровать, куда поставить мисочку для собаки, да, куда постелить одеяльца, и так далее, то есть каждый сантиметр в номере, как это сделать, вот, и конечно же это будет стоить дорого. Мы сейчас как раз видим, что цифровые технологии, становятся все дешевле. А как ты думаешь, в дальнейшем, с учетом того, что персональное общение, человеческое общение становится все дороже и дороже, будут ли гости отелей готовы платить именно за человеческое общение, или все-таки это, мы смиримся с тем, что цифра заменит большую часть? Я уверена, что будут те гости, которые действительно этого захотят, да, к примеру, ты хочешь покататься на вейкборде, в данном сейчас, да, а кто-то не хочет точно, вставать на доску, да, и там заниматься экстремальными видами спорта, вот, то есть есть разные люди, у них есть разные подходы, разные желания, вот, вполне вероятно, что, вернее, я уверена на 100%, что будут те люди, которые точно захотят вот этого приятного общения. Екатерина, наш традиционный блиц, отвечай быстро, не задумываясь. Хорошо. Обучение онлайн или оффлайн? И то, и то хорошо. Официант робота или человек? Робот прикольный, человек душевный. Заказ онлайн или по телефону? Онлайн. Наличный или стикер? Стикер. Электронная книга или бумажная? Слушай, электронная удобно, потому что в самолете удобно читать, а бумажная приятнее, да, и запах у него классный. Ты хочешь сказать, что ты в полете читаешь больше, чем одну книгу? Ну, я летаю часто, да. Может быть, какую-то книгу порекомендуешь нашим зрителям? Ты знаешь, наверное, несколько. Первое, я точно всем рекомендую, это Drive, это что касается мотивации сотрудников и как задуматься, потому что часто мы думаем, что кнопка пряник или деньги это основная мотивация, вот, и чтобы они почитали и все-таки поняли, что есть другая. Мотивация в стиле экшн старенькая книжка, но очень много там, классных вещей, которые актуальны и сейчас. Точно Стивена Шифмана, если кто-то собирается заниматься активными продажами, холодными звонками, тоже почитать. Есть сложная, но очень интересная игра, в которой играют люди, почитать ее стоит, ну, то есть, если тяжеловато, то отложить на будущее. И, конечно же, для сотрудников я рекомендую обязательно поставить на полку куда-нибудь в бэк, это Лана Пиза по поводу языка телодвижений, потому что все-таки мимикой жесты в нашей работе играют колоссальную роль, да, и сотрудники должны не забывать, что закатив глаза в какой-то момент, даже говоря абсолютно правильную речь, да, можно перечеркнуть все общение, да, и сделать так, чтобы человек написал гневный отзыв, а сотрудник будет думать, вот, да, я все правильно сказал, а на самом деле вот что-то не так. Екатерина, спасибо большое, было очень интересно пообщаться. Итак, вы владелец или управляющий отелем? Чтобы обеспечить работу отеля, вы и ваши сотрудники используют десятки инструментов, но с ростом числа гостей увеличивается нагрузка на персонал, падает качество сервиса, а продажи услуг не растут. Решите это без дополнительных сотрудников. Представляем TeamJet — система управления для гостиниц. Рассмотрим удобство продукта на примере одного гостя. К вам впервые приезжает гость, заселяется в номер и просит дополнительный халат и мягкую подушку. Задача тут же попадает сотруднику из службы уборки номеров в TeamJet Mobile и сотрудник доставляет заказ в номер. Гость доволен. Затем гость задумывается о досуге, сканирует в номере со своего телефона QR-код и попадает на страницу с описанием услуг отеля. Заказ еды, спа, фитнес-зал, уборка номера, услуги, которые вы сами решите добавить. Без звонков гост выбирает себе ужин, оплачивает, умное меню само рекомендует дополнительные позиции, увеличивая чек. А вы и ваши менеджеры получаете анализ всех операций в отчетах TeamJet. Что происходило в отеле за день, какие задачи просрочены или не выполнены, какие отзывы оставлены гостями, какие позиции продавались лучше других. Контролируйте и улучшайте качество сервиса, повышайте продажи и лояльность гостей, управляйте бизнесом с помощью данных вместе с TeamJet.